добрый день дорогие друзья давайте вместе с вами рассмотрим не совсем обычный а может даже и необычный случай который может произойти в практике аккумуляторщика да и не только аккумуляторщика автовладельца вот перед нами корейские батарейки которым три года которые стоят на шахмане и которые ни разу за это время не обслуживались первый раз впервые привезли и привезли вот с такими показателями вот такие показатели замерять наверно не буду чтобы удлинять ролик замеры делал при клиенте ну давайте для особо одаренных которые у которых может возникнуть мысль что я кого-то пытаюсь наебать давайте замерим пусковой ток не указан на батареи ориентировочно ставлю 850 ампер корейцы все красноармейцы и как бы они не особо мощные батареи у них так но те же самые показатели как видим прям пиха в пиху батарейки отогрелись 1748 сопротивление здесь 1836 но дело в том что я залил уже водичку у них что необычного как бы абсолютно мертвая батарея хотел ее сразу списать но клиент попросил может что получится давайте покувыркаемся немного с ними вторая батарейка какие-то признаки же жизни подает но вот такие показатели тоже 28 по суху 83 процент заряда 450 ампер 456 блять почерк напишу потом сам не могу разобрать и написал напряжение 1250 здесь напряжение 1018 это может быть свидетельство замыкания но пока не будем рассуждать чем необычность как видите рассверлил батареи и замерял замерил про плотность замеряю в таких батареях рефрактометром уровень практически отсутствовал уровень электролита и вот такой разброс по плотности 118 1 30 23 20 27 23 в этой баночке практически 1 хуя стена 1 13 24 30 29 30 25 что решил делать с этими батареями но решил начать с корректировки корректировку сделал к по какому принципу значит самые высохшие баночки и самые опережающие по плотности 130 залив по 300 миллилитров и на каждую точку решил отнять по 20 миллилитров объем я не знаю чисто можете считать что на шару по 20 миллилитров на одну точку отбирают то есть получается вот если у нас вот это вот батарея но я на всякий случай вот где один 13 я все равно 60 миллилитров долю водички возможно баночка отойдет и начнет подавать какие-то признаки жизни если там субфаты растворяться то плотность должна стремительно расти следующие 124 то есть расхождение между банками между самыми опережающим баночками шесть точек 620 получаем 120 миллилитров если у нас 120 миллилитров то значит на заливаем на 120 миллилитров меньше заливаем 160 так где блять вот она на 120 180 у меня немножко блять перепутал местами вот это у нас вот это этот аккумулятор этот вот этот ну давайте с этого начнем 118 заливаем 60 130 300 123 160 на 140 7 7 точек 140 миллилитров 4 120 10 точек значит на 200 миллилитров меньше 100 миллилитров и вот в таком порядке на удлинять ролик не буду так вот так кто-то кто-то подъехал поэтому давай сюда ставь так что это у нас при 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 нем немецкие батарейки они немецкие этому клубу турец не турецкие здорово здорово все это вообще же чё общих охуительно и вообще хуёво а я был не у нас на ху нормально тут год ходили зимой крутили вообще а грели камаз но участка подручили вы горожанство гаражи температура такая ну если на улице 20 он здесь есть на но мужики камаз есть камаз на нагреть по-любому блять минус 10 уже грей паялочку поставил 10-15 минут маслицы подогрел воздуха как обычно в системе нету блять ты крутишь стартером не только двигатель но и коробочку а где коробочка там блять через коробку уже и мосты поэтому ну давай посмотрю сейчас чё ты не спешишь вот нет теперь снял вчера заместите в дом дом занесли поставили на зарядный кремль у нас просто плотно замер в одной банке давай гоним для себя давай на живой почему вот так немножко отвлекли нас привезли турецкую турецкие батарейки мутлу и к сожалению пришлось отключить камеру и это есть довольно таки интересная история не вошла в кадр а не вошла по простой причине потому что блять вот еще сбор который мне подсказали сами подписчики еще не закончен собираем на камеру собрано порядка двадцати пяти с копейками тысяч если бы была эта камера то вы бы сами воочию убедились как иногда бывает батарейки просто огонь просто бомба полностью выдают невзирая на то что они это не прогреты прогреты все свои параметры которые вы заявил при производитель замерил плотность все пихо в пиху все отлично все окей и подсказал ребятам где нужно рыть возможные причины из-за того что камаз не завелся подсказал до забрали батарейки уехали ну давайте вернемся к нашим помидорам дать что мы имеем имеем мертвые батареи в очередной раз меня гложет сомнения что эти батарейки я вытащу но делать дело было вечером делать было нечего давайте приступим к работе сейчас закину их зарядный бокс и начнем потихонечку что-то с ними делать как это будет вы увидите в продолжение батарейки зарядный бокс и вот они работать буду на клонах включаем клончики и забиваем настроечки но батарейки грубо говоря 140 и так и заходим в основное меню как говорится так основной заряд ставим 14 8 в два этапа так 7 амперчиков ток до заряд 16 максимальная 16 минимальная без драчевого так и давайте так у нас сейчас время два часа ну ориентировочно давайте поставим 4 часика потому что возможно завтра придется с ними вернее завтра придется перебивать настроечки и что будет завтра будет завтра так 14 8 7 ампер 40 часов отлично до заряд 16 16 также 4 часика ставим и подключаем к лимке крокодилы ох блять как он сверчит это блять и яростно ох ты сука пишет что нет а к б как это нет блять я чё ничего показалось что ёбаный твой мамин блять сука заупа это кулонская перепутал плюс минусом аккумуляторщик так скорее всего вылетел перда хранитель улет а нет даже перда хранитель не улетел как хорошо блять вот так ну и что мы видим предзаряд 3 с половиной ампер чека ну посмотрим вот эта батарейка мне не внушает абсолютно никакого доверия поэтому поэтому будем посмотреть ладненько буду делать включение в процессе работы 66 ампер ели 6 половиной ток уменьшается напряжение растет батарея брать заряд не хочет или не ну давайте опять не будем бежать впереди паровоза там за не дай бог задают да 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 мне кажется пустая это затея и зря я вылил столько воды в эти батарейки но человек попросил свободные зарядники есть не все забито говорится делать было нечего потому что дело было вечером ладненько работаем буквально час двадцать прошло после того как мы начали трепать эти корей этих корейских медалистов и смотрим вот такую ситуацию на счета батарея которую яду на которую я думал что и пиздец что она мертвая она начала подавать судя по заряду неплохие выдавать неплохие шансы вы очень быстро правда напряжение долетела дачи там до 14 с половиной и на в этом месте напряжение приостановилась но я это связываю с тем что потихонечку наша водичка начала связываться с электролитом и появилась начало появляться пространство в электролите для того чтобы в него абстрагировались эти сульфаты которые у нас есть на пластинках это же батарейка резко у нас довольно таки резко сдулась у нас сдулся у нас ток видно не видно вот так вот сдулся ток и упал до 14 9 при всем при том что напряжение резко пошло и вот сейчас нужно следить за показателями именно по току если ток у нас начнет немножко подрастать это опять же будет говорить о том что пластиночки пасть потихонечку освобождаются от свободного не свободного так от кислоты и потихонечку смешиваются с водичкой то есть появляется пространство для растворения сульфатов в баночках и будем надеяться нам что надеяться надежда умирает последние продолжаем работу с этими нашими корейскими медалистами если честно такого движения не ожидал от этих батарей оптимистического что батарейки начнут так двигаться как видим та которая была почти можно было пить за упокой ее души она как бы идет неплохо 6 и 2 амперчик а берет напряжение допрыгала до 14 8 здесь немножко похуже то батарейка которая вселяла какие-то надежды 14 7 итог 4 и 2 ну чтож оставляем кулончиков на ночь в работе пусть херачат выполняют свою задачу и отбивает те деньги которые я на них потратил хотя они уже были два или три года тому назад отбились маленько а я буду собираться наверно до дома до хаты иногда нужно и отдыхать кого на наших аккумуляторов постоянно растет а наши аккумуляторные стартера простояли всю ночь и принимают отлично принимают заряд 20 часов уже на заряде 20 с половиной часов и как видим ну неплохо неплохо появляется надежда что эти аккумуляторы все таки блять но опять впереди паровоза давайте еще не мере плотность сейчас буду замерять плотность и потом будем делать какие-то выводы а пока записываем процесс заряда процесс проходит неплохо будем так считать более двух часов у нас ток и напряжение стоит на месте на этой батарейке даже чуть-чуть ток начал расти и начала расти у нас термометрия на батарейке 3532 причем при этом у нас вот эти банки которые оставали никакой динамики нет как видим как было так у нас был 113 но блять 1116 это не динамика это ерунда так здесь был 118 здесь у нас плотность 119 плотность не растет при все при том что даже те банки куда мы залили по 300 миллилитров так здесь у нас это вторая баночка на вот сюда мы залили 300 миллилитров давайте замерим плотность плотность 1127 127 300 миллилитров в этой баночки у нас было так 123 здесь мы залили на 140 миллилитров меньше давайте замерим не хочу удлинять ролик ну примерно по всем баночкам у нас все отлично так здесь но здесь 126 большой разбег по плотности поэтому работу с этими батареями я прекращаю отключаем зарядники откидываем клеммы с этими батареями кувыркаться друзья бесполезно это чистое из уважения клиенту я взялся за эту работу ну и решил показать вам продемонстрировать в случае когда работать не стоит сейчас отвечу на звонок и продолжим нашу увлекательную историю так на чем остановился работать с этими батареями не вижу смысла потому как вот эти отстающие банки они будут аккумуляторы эти высаживать на пяти банках это батарея зимой работать не будет при первом же морозе эти банки замерзнут да и надо освобождать место потому что вот у меня бригада подъехала надо их тоже определять зарядный бокс сейчас единственное что мы сделаем давайте замерим тестером не корректе сделаем некорректный замер и посмотрим что нам давай эта работа опять звонят сейчас отвечу и продолжим давайте сделаем замерщики и буду звонить клиенту чтобы он приехал и освободил мне свободное свободное освободил рабочее пространство так обычная 850 ампер мы ставили условно потому что не увидел никаких обозначений сколько из чего здесь но батарея пишет что а к бы исправно чтобы батарея охуенная 730 ампер но на самом деле эти батареях ходить не будут такие такие потенциалы батарея выдает такие параметры только за счет пяти банок вот эти две банки наши 113 18 которые не хотят участвовать процессе заряда ничего с ними с не получится с этими батарейками ну то же самое здесь видим как бы все отлично все хорошо если бы мы не сверлили не смотрели что там внутри можно было бы конечно отдать клиенту нет возможно бы отдали клиенту можно в моем случае это как говорится не канает я не собираюсь дорожить вернее разбрасываться своей репутации и поэтому я с клиента возьму чисто за вот эти пробочки и заводу условно батарейки будут возможно где-то использоваться в таких целях как солярку набрать у него там насосы 12 вольтовые или еще что то но в автомобиле у этих батареи будет повышенный саморазряд и я думаю что течение нескольких дней они будут высаживаться это первое второе если установить их на автомобиль в первый же мороз эти банки у нас станут заморозятся и токус этих батарей будет так ну что друзья вот так примерно так происходит иногда происходит иногда обслуживание аккумуляторов ну что поделать или вы бы незнакомый человек я бы конечно не не взялся за эту работу которая не принесла оживаемого эффекта и результата но сердце доброе отказать не смог потратил свое время ну что поделать но зато будет какой-то посыл подписчикам вернее наглядный пример того как оно бывает и как в данной ситуации поступать развоз более чем в три точки на банку друзья если это 45 то или пять точек и выше не надо связываться с такими аккумуляторами не надо ничего делать потратите время зле запомните что химические реакции многие химические реакции не имеют обратной силы то есть прошла все вернуть все на свои места на прежние места не получится так что-то я много говорю так всем здоровья удачи и благополучия не кашляйте не мерзнете и самое главное берегите свои батареи всем пока